Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, зрители моего канала! Здравствуйте, наши водолейчики! Спасибо вам за ваши лайки, просмотры, обратную связь. Приятного вам просмотра на моём канале общих торопрогнозов и общих торораскладов на разные темы. Бизнес, отношения, любовь, работа, карьера, желания. Вот так вот. Спасибо вам! И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А сейчас, наши дорогие водолейчики, мы будем смотреть ваш торопрогноз на март 2023 года. Вот. Здесь я вижу десяточка пентаклей. Замечательная карта. Это достаток. Дом полная чаша. Материальная стабильность. Хороший заработок. Может быть, даже празднование чего-либо в семье. Также может быть наследство по этой карте проигрываться. Хорошая обстановка в коллективе. Хороший заработок в коллективе стабильный. Вот такое может ожидать наших, надеюсь, всех водолейчиков в марте месяце. А сейчас первая карта для наших водолеев из этой колоды. Рыцарь чаш. Это новое знакомство. Новый флирт. Или такая вот новая любовь. Молодой человек, видите, такой вот любвеобильный, который умеет ухаживать, умеет, знаете, ушами, когда дамы слушают, умеет много чего интересного рассказать. То есть это новые знакомства, свидания, флирт. Вот в таком духе. Следующее. Десятка жезлов. Это тяжелая ноша и большая ответственность. Смотрите, наши водолейчики. Возможно, вы себе запланировали столько много на март месяц. И все хотите успеть и сделать. И дома, и на работе, и везде. И все сами. Тут нужно немножко распределить обязанности, потому что очень сильно это может повлиять на ваше здоровье. Будьте внимательны. Нельзя так вестись, работу, нагружать себя так, что у вас просто может не быть силы. Это может сказаться плохо на здоровье. Карта советует распределить обязанности и ответственность в том числе. Еще карта. Карта мир. Старший аркан. Замечательный аркан. Окончание какого-то хорошего периода. Начало новое. У вас есть с чем идти в новую жизнь, так сказать, новый круг. У вас есть опыт, есть багаж какой-то. Это исполнение, желание, успех, благополучие во всех сферах жизни. Замечательный аркан. Все будет хорошо. Только работать надо немножечко. Знаете, кто много работы берет? Вот, кстати, вылетела еще карта опять работа. Но это вот именно карта мастера, своего дела, человека, который имеет настойчивость, трудолюбие, который работает и имеет стабильный заработок. Его ценят на работе. Ему он будет вознагражден за свой труд. Видите, тут опять работа и труд, трудолюбие. Такое у нас водолейчики, такие трудолюбивые. Поэтому аккуратненько с работой. Насчет десяточки. Вы помните, да? Здоровье нужно беречь. Следующие карты. Колода. Колесо вода. Сейчас достанем нашим водолейчикам еще карты на март. Первая карта. Восьмерка мечей. Восьмерка мечей это когда есть такой момент, когда не знаете, что даже дальше делать, как поступить. Но это больше зависит не от вас. Это постоятельство, которое в жизни. Это может встречаться каждый день. Вплоть до, не знаю, самолет не взлетел, потому что погода плохая. То есть это такие мелкие бытовые какие-то неприятности. Планы какие-то не сбываются. Что-то нужно пересмотреть. Какие-то мелкие такие вот неприятности, я бы сказала, могут случиться. Не нужно так сильно на них заостряться. Все это пройдет. Не надо вот так заболевать. Следующая карта для наших водолейчиков. Вот видите, все будет хорошо. Императрица. Старший аркан. Карта материнства. Карта беременности. Карта плодородия. Карта прибыли. Карта заработка. Карта, может быть, рядом с вами такая есть дама водолейчики, которая очень красивая, добрая. Такая мамочка, которая всех обогреет, всем поможет, всем подскажет. Очень добродушная женщина и красивая. Поэтому будьте внимательны. Не пропустите такую женщину. Или же вам нужно проявлять такие качества. Будет быть добрым, отзывчивым. Кому-то, если надо, помочь. Вот такое может быть еще водолейчики. О ком-то заботиться. И вот, пожалуйста, тушь час. Замечательная карта. Это карта суперовских эмоций. Может быть, каких-то поездок куда-то. Незабываемых впечатлений. Карта предложения руки и сердца, может быть. Карта нового знакомства. Которая потом перерастет в отношения. Хорошая. Карта нового предложения по работе. Или, вернее, даже идеи какой-то, которая очень вам по душе. Может быть, вы придумаете, чем заниматься. Что вам именно нравится для души вашей. В общем, карта полна эмоций. Таких положительных, замечательных эмоций. Следующая колода. Для наших водолейчиков. Первая карта. Пятерка кубков. Печаль, разочарование, потери. Это такая, знаете, небольшая печалька. Я ее называю. Она еще никогда не была такой сильной. По этой карте. Когда кто-то что-то разочаровал. Сделал не так, как вы хотели. Что-то не получилось, как вы хотели. И вы немножечко вот разочаруетесь. Тут нужно просто отдохнуть, попить чай, кофе, полежать в постельке, посмотреть сериал, отдохнуть и перезагрузиться эмоционально. Следующая. Вот, пожалуйста, четверка жезлов. Это мир, отпуск, счастливый брак, процветание. Сбор какого-то урожая. То есть тут люди что-то празднуют. Какая-то стабильность. Что-то заработали. Дома что-то сделали. Может, общие. Может, я не знаю, ремонт доделали. Общая задача такая. Люди празднуют, радуются. Хорошая обстановка в доме. В коллективе тоже самое. Празднование удачной сделки. И хорошая обстановка в коллективе. Также может говорить о новой любви и о замужестве. Еще карта. Макс, Таши, Аркан. Уверенность в себе, ловкость, решительность и мастерство. Тут и два варианта. Или рядом с вами будет находиться в марте такой мужчина, который любит все контролировать, умеет, знает, что делать. У него есть идеи в голове. Он умеет все решать. У него есть как, есть чем. Он знает, что делать дальше. Или же вам, ну, профессионал своего дела. Или же вам нужно будет проявлять такие способности. То есть, уверенность в себе, ловкость, решительность. Какие-то профессиональные навыки показывать. Что-то решать, что-то контролировать. Вот такое может быть. Держать что-то под своим контролем. И карты совет сейчас достану. Из колоды Таро Ангелов. Так, для наших водолейчиков. Нет еще больше. Вот эту хочу. Четверка мечей. Четверка мечей – это такая пауза, знаете, которая вынуждена. Нужно перезагрузиться. Может, кто-то устанет. Перезагрузиться эмоционально, физически. Отдохнуть. Если кому-то из водолеев нужно решить какую-то задачу, ситуацию, то как раз хорошее время подумать, уйти в себя, послушать свое сердце, свой разум. И отдохнуть. Это временная пауза. Перезагрузиться. То есть, тут вам нужно просто отдохнуть. Пришло время отдыха. Карта говорит, дайте себе больше времени, чтобы принять решение. Размышляя над проблемой, вы с легкостью сможете найти ответ на многие вопросы. То есть, тут нужно только поразмышлять, и вы найдете ответ на какие-то вопросы интересующие вас. Еще карта для наших водолейчиков. Пятерка жезлов. Это пятерка жезлов. Это такой, знаете, конфликт может быть. Конкуренция на работе, где угодно. В спорте. Кто-то может быть в каких-то соревнованиях участвовать. Кто-то еще где-то. В общем, конкуренция на работе или в спорте, или где угодно. Это, может быть, придется в споре даже доказывать свою правоту. Такое тоже может быть. Конфликт какой-то может быть. Причем этот конфликт может дойти до... Прямо до драки у некоторых. У кого такой спыльчивый характер, будьте внимательны, водолейчики. Не вступайте в такой конфликт. И тут туз, чаш. Вот повторение замечательно. Значит, все будет хорошо. Туз, чаш мы видим вот. Вот, вот, это последняя карта, которую я собралась достать. И замечательно. Это влюбленность, плеск каких-то отношений, духовный рост, повышенная интуиция или новый дом. То есть тут эта карта говорит тоже, может, о новых отношениях, о новой любви, о предложении руки и сердца. Она повторяется. Вот такой получился второй пронос для наших водолейчиков на март этого года. Приятного просмотра. Всего вам хорошего. И до встречи на моем канале.